Всем привет, друзья мои, подписчикам и всем, кто будет зрителям, которые будут смотреть мое видео. Это видео имеет много интересных тем, небольших тем, которые и вопросы, ответы пчеловодов, также не сильно много. Первая тема, это борьба с золотистой щуркой. Естественно, я уже такие темы выдавал, но каждый раз, когда я выдаю подобную тему, она имеет очередной метод, который интересен и будет и вам выслушать, и он небольшая тут статейка, но весьма интересная. Называется статья «Щурку на крючок», птицу-щурку имеется в виду. Пчел в Астраханской области, как известно, очень мало, а вот их опаснейшего врага щурки золотистой тучи. В начале мая прошлого года на пасеку Астраханской опытной сельскохозяйственной станции, где я работаю пчеловодом, налет щурок был настолько велик, что им помогла даже стрельба по ним из двух ружей. Это написано 1962 год, журнал номер 4, друзья, обратите внимание. Страница 24. Читаем дальше. Тогда мне пришла мысль попробовать ловить щурок с помощью рыболовных крючков. Я раздобыл тонкий крепкий шнур, протянул его через всю пасеку в несколько рядов, и на разной высоте подвесил к нему полуметровые концы нейлоновой лески с небольшими рыболовными крючками, на которые предварительно наколол живых трутней. Легко раскачиваясь под слабым дуновением ветерка, они создавали картину лёта пчёл. Набрасываясь на трутни, щурки мгновенно оказывались на крючках. Пытаясь сорваться, они издавали пронзительный крик, приводивший смятение всю стаю щурок. Так я охотился за врагами пчёл три дня, а на четвёртый на пасеке их уже не было. Вторично щурки сделали массовый налёт лишь в сентябре. Тем же средством я избавился от них и на этот раз. Рекомендую пчеловодам воспользоваться моим опытом. Город Астрахань. Вот такая небольшая статейка, друзья. Я думаю, для тех, у кого есть эти золотистые щурки, это весьма интересный вариант. И ещё небольшая статейка. Удивительно называется, но факт. Своих пчёл я оставляю зимовать на воле. Причём уля, имеющая толщину стенок 40 мм, я ничем не утепляю. На это меня натолкнул следующий случай. Ещё в 1955 году после ремонта железнодорожного полотна я с группой рабочих собирал старые рельсы на металлолом. Когда мы подъезжали к небольшому мосту, рабочие вдруг заволновались и просили поскорее проехать его, уверяя, что иначе нас зажали от пчёлы. Меня большого любителя пчёл заинтересовало, где же они могут здесь жить. Я спустился с насыпи и внимательно осмотрел мост. Вскоре я заметил пчёл, летавших в отверстия в стенке моста. Во время войны мост был разрушен. Восстанавливая его полутавровые балки, строители поставили ребрами одна на другую. Между ними образовалось пространство 200 на 400 миллиметров, куда и залетел рой. Гнездо пчёл со всех сторон продувается ветром, а зимой легко промерзает. По мосту в сутки проходит много тяжёлых поездов, отчего создаётся большой шум и сильное сотрясение. Удивительно, как всё это могли выдержать пчёлы. Каждый год весной я прихожу на этот мост посмотреть, живы ли пчёлы. И что вы думаете? Живут. Удивительно, но факт. Вот обратитесь, среди металла, среди этих балок, по-видимому, вот эти балки вот так вот стояла, эта тавровая балка сюда, а другая накрывала вот так вот. И, по-видимому, в этот промежуток у них образовалось, как говорится, от одной балки от другой, образовалось это, ну как сказать, промежуток. Или они вот так стояли, тавровые балки. Ну, короче, две состыкованные так, п-образные вот так стояли, по-видимому, балки для укрепления. И пчёлы между ними ходили, потому что это был ремонт. И, по-видимому, ну, одна балка была обломанная, другая, и так они состыковали, чтобы мёд не обвалилось всё это состояние. Ну, что ещё хочу вам прочитать? Ещё интересная статечка, я небольшая, я её укоротил. Но мысли, что это факт, что это проводились опыты, я видел это и на видео. Про лечение гнильцовых пчёл молочной сывороткой, то есть гнильца. Молочная сыворотка содержит большое количество живых бактерий, молочно-кислового брожения, дрожжей и продуктовых жизнедеятельностей, витаминов. И антибиотик низин, который убивает тифозную и туберкулёзные палочки. И.Л. Сербинов ещё в 1910 году с успехом применял молочно-кислые бактерии для лечения пчёл, больных американским гнильцом. В связи с этим мы тоже применяли молочную сыворотку для борьбы с гнильцами. И тут они говорят, что провели работу на пасеках, и что результат оказался весьма и весьма положительный. Итак, друзья, если вы знаете, что такое молочная сыворотка, вот, и если её, так сказать, сделать, слить эту жидкость и немножко подогреть её до 25 градусов, и потом проспреить все рамочки, то вы получите положительный результат лечения гнильцовых заболеваний. Вот такая интересная информация, лёгкая, удобная и даёт профилактический результат, не увеличивая химию в ваших семьях. Если вы где-то заметили, что у вас, то вам не надо ни пенициллин, ничего, вот таким образом вы можете делать профилактический, так сказать, эффект для ваших семей. Ещё небольшая статейка, вернее, она называется «Вопросы и ответы». Первый вопрос. Могут ли в нормальной семье зимовать трудни? Означает ли это, что в семье нет матки? Ответ. Как правило, трудни остаются на зиму лишь в семьях без матки или с неплодной маткой. Но иногда небольшое количество трудни остаётся и совершенно в нормальных семьях с плодной маткой. Поэтому присутствие трудни в семье зимой не может служить точным признаком отсутствия плодной матки. Это вот важный ответ. Иногда говорят, трудни, ось, матка плохая. Это не всегда так. Вопрос. В одной семье я наблюдал матку, которая откладывала по нескольку яиц в одну ячейку. От чего это происходит? Надо ли считать такую матку порочной и заменить её? Ответ. Чаще всего такие случаи наблюдаются у хороших плодовитых маток, находящихся в слабых семьях или нуклеусах. Пчёлы выкидают лишних личинок и в ячейке нормально развивается только одна из них. Вопрос. При осмотре отводка с неплодной маткой я услышал пение матки. Каких-либо маточников отводки не было. Чем объяснить пение матки? Обычно считается, что матки поют только при роении, когда в гнезде есть зрелые маточники. Ответ. Всякая матка, которая не откладывает яйца, имеет возможность издавать характерные звуки петь. То есть приблизительно я так скажу. Ке-ке-ке, ке-ке-ке, ке-ке-ке. Вот такой звук можно услышать. Не могут петь только матки, приступившие к откладке яиц, когда у них сильно увеличены яичники. Пение маток обычно связывают с присутствием у ли других маток соперниц, которые они, вероятно, определяют и по запаху. Возможно, что вы поставили в отводок сот с печатным расплодом из другой семьи. Запах нового сота, взятого из семьи с чужой маткой, по-видимому, и вызвал у матки в отводке соответствующую звуковую реакцию. Или, может быть, упустил он. Там была матка еще одна. Часто бывает такое. Меня приглашали друзья пчеловоды, начинающие говорили. Слушай, Павел, у меня матки нет. Или я всех маточники поломал. Семья собралась на роение. Я прихожу к нему. Ну, давай посмотрим, что ты тут поломал. Достаем, смотрим. А это что? Маточник. Ну, да как же я его не заметил. Вот такое бывает. Возможно, что и в этом случае был маточник или матка. Ну, так как это был отводок, то пчел было мало. Они там разобрались. Две матки. Одна из них, возможно, остается. Потому что отводок уже на роение не пойдет. Потому что там практически и пчел мало, и летной пчелы нет. Вопрос. По каким признакам можно точно определять, готовится ли семья к роению или происходит тихая смена матки? Ответ. В подавляющем большинстве случаев маточники, заложенные в сильной семье во время так называемого, называемой роевой пары, служат признаком подготовки семи к роению. Тихая смена маток в это время обычно не наблюдается. Заклад, докажи маточников во всякое остальное время, чаще всего указывает на тихую смену матки. Кроме того, при тихой смене матки в семье продолжается строительство сотов, активная работа пчел, тогда как при подготовке к роению строительство сотов прекращается, лед пчел ослабевает в семье заметной группы бездеятельных пчел, висящая цепочками в свободных местах уля на передней стенке уля, возле литка и под прилетной доской. Обратили внимание. То есть это в основном роевая пара. Раевая пара идет приблизительно в разных местностях, по севернее, южнее, ну приблизительно с середины апреля до середины июня. Потом это очень редкие случаи, что выходят раи. Но я же как сказал, это в разной местности понятие обширное. Вопрос. Я объединил основную семью с отводком в начале главного взятка, длившегося 45 дней. После пчелы во вторую половину взятка собрали вдвое меньше меда, чем первую. Почему это так произошло? Правильно ли я поступил? Как лучше использовать отводки при продолжительных взятках? Почему это так произошло? Если конкретно я сейчас отвечу, а потом поясню на самом примере, что тут ответили. Он сразу объединил перед основным взятком семью отводок и семью. Что произошло? Пчелы, которые были в отводке, и пчелы, которые были в семье летные, износились. И во время главного взятка матку пчелы ограничивали. И поэтому к концу взятка они практически, семья ослабела. И поэтому во вторую половину взятка пчелы собрали вдвое меньше. Как лучше надо было поступить? Вот ответ. Вы поступили неправильно. В начале главного взятка вам надо было присоединить к основной семье не весь отводок, а часть его. Что именно? Печатный расплод, летных и часть нелетных пчел. В отводке надо было оставить матку, 2-3 рамки с открытым расплодом и 4-5 улочек пчел. Основная семья, подселенная пчелами, отводка собирала бы мед, а в отводке продолжался бы выращиваться расплод и подготовка пчел ко второй половине взятка. Для этого в отводок подставляют рамки сущую искусственной овощиной. Перед вторым взятком или недели за 2-3 до его окончания отводок целиком присоединяют к основной семье. То есть, если взяток длинный или распределен 10 дней и потом еще 10 дней, вот в этом промежутке подсоединяют, опять добавляют уже запечатанных пчел и вместе с маткой, вместе, как говорится, с летными, со всеми. Матку, естественно, можно сохранить или уничтожить. Это все зависит от вас. Так поступают во всех случаях, когда хотят использовать длительные или следующие друг за другом взятки, как я вам и пояснил. Вопрос. Пчелы хорошо берут осенью сок из перезревшего винограда. Не вреден ли кормить такого сока для зимовки пчел? На юге пчелы имеют ответ возможность неоднократно облетываться среди зимы и очищать кишечники от кала. Поэтому небольшая примесь корма из виноградного сока вредного влияния на пчел зимой не оказывает. Итак, друзья, вот это вот информация для вас и еще несколько вопросов, и мы будем заканчивать. Вопросы весьма интересные, как всегда. Вопрос. В некоторых семьях я наблюдал среди расплода ячейки с куколками, которых пчелы не запечатали. Почему пчелы не запечатывают крышечками отдельные ячейки с расплодом? Ответ. Если не запечатаны ячейки с куколками расположены рядами, то это чаще всего указывает на наличие малой восковой моли в соте. Личинки моли делают проходы под крышечками, и пчелы этих ячейок раскрывают. Такой сот надо освободить от личинок моли. Для этого нужно несколько раз ударить по рамке пчеловодной стамеской. От резкого сотрясения соты личинки моли выскакивают из ячейок и их уничтожают. В некоторых случаях пчелы не запечатают ячейки с расплодом по непонятным причинам и еще не изученным причинам. Наблюдения показали, что в незапечатанных ячейках куколки развиваются нормально. Можно ли утеплять... Нет, это не будем. Читайте. Вопрос. Запечатывают ли пчелы в сотах падевый мед? Ответ. Да, запечатывают. Мед в сотах печатается только в зависимости от его созревания. Мед из сахарной подкормки пчелы также печатают. Вопрос. Вылетая из улья, пчелы бьются о белую стенку дома, находящуюся в 4 метрах. Обессиленные они падают на земли, ползают и погибают. Отчего это происходит и как предупредить гибель пчел? Ответ. Пчелы привлекают яркий свет, как и других насекомых. Например, они ночью бьются об окна освещенной комнаты, электрические лампочки. При выходе из улья пчелы ориентируются на свет, проникающий в леток. В природе они никогда не встречают каких-либо препятствий к вылету. Поэтому у них нет целесообразной реакции на горячие яркие источники света и прозрачные перегородки. В случае, о котором вы сообщаете, пчел привлекал яркий свет, исходящий от стены. Возможно, что она излучала еще невидимые для человека ультрафиолетовые лучи, которые пчелы воспринимают как очень яркие. Вам следует изменить окраску стены, придав ей один из темных оттенков – коричневый или зеленый. Что хочу сказать еще на этот ответ? Добавить информацию, что если у вас есть пасека, никогда не ставьте литками в сторону окон вашего дома. Ставьте в противоположную сторону. Даже если вам сказали, что пчелы должны стоять в сторону востока, это не аксиома. Пчелы могут стоять в любую сторону света. Ну, желательно не в северную только. То есть, если есть возможность, поворачивайте в сторону от дома. Или иногда пчеловоды неразумно ставят в сторону дома соседа. То пчелы летят до соседа, и сосед начинает возмущаться. Поэтому будьте внимательны, ставьте так, чтобы летки были в сторону от светильников, от окон горящих, чтобы пчелы ночью не могли теряться от вашей пасеки. Потому что, полетев ночью, они теряются и не возвращаются. Если это горящие лампочки, они могут обжечься, как и моль, иметь проблему. Итак, друзья, до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших комментариев и вопросов. До следующего видео. Удачи вам и успехов в пчеловодном деле. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...